Слава Украине! Привет всем от Полонского! Жена Навального, Юлия Навальная, обратилась к странам ЕС с призывом. Очень интересным. Делайте разницу между Путиным и Россией. Ух ты, ё-моё! Это получается, что, понимаете, они пытаются сейчас, расисты... Вот интересно, Навальный же тоже был империст, мне его жалко и всё такое. Но давайте всё-таки честно говорить и откровенно. Он был империец, Крым не Бутербург, всё, мы это помним, да? Окей, проехали. Но, что значит делайте разницу между Путиным и Россией? Вот эти вот добрые россияне, которые были у нас в Буче, и которые устраивали там коллективные расстрелы в стиле немецкого СС в 41-м году, да и позже, да? Устроили в Буче второй Бабий Яр, будем говорить, да? Когда там людей возле церкви просто расстреляли, закопали. Это был Путин там расстреливал, или это всё-таки были россияне? А вот эти, которые на улице вокзальной, я там специально ездил, видео снимал потом, через буквально полтора месяца после этого, которые на улице вокзальной, в Буче, расстреляли людей просто на улице. Это был кто? Путин или тоже эти милые, хорошие россияне? А в стоянке вот эти вот, которые расстреляли там владельца автосалона и охранника, а также расстреливали машины, обычные наши машины. Вот у нас, я только что пришёл с, скажите мне, с Михайловской площади, с центра, значит, и там стоят наши автомобили, которые из Бучи, из Рпеня и так далее, они полностью все изрешечены дырками от пуль. Это автомобили, на которых жители Киевской области пытались прорваться в Киев, значит, через российские порядки. Их всех расстреляли. Знаете, что отличало эти автомобили? На них на всех есть надписи «Дети». Так вот я хочу спросить, да, кстати, мою однокурсницу там застрелили. Точно так же, у неё было двое, она с мужем ехала, двое детей, их с мужем застрелили. Так вот я хочу спросить, это их Путин там застрелил, или это их застрелили россияне? Попутный вопрос. Вот, значит, концлагеря с Венцим, там где уничтожили, я не знаю, сколько миллионов людей, подскажите вы, это там Гитлер уничтожил с Гейбельсом, или их уничтожили немцы, которые там служили в концлагере? Вот этот момент, расскажите мне. А в Мариуполе непонятно, сколько тысяч человек убили, это был Путин или это были россияне? А Мариупольский драматический театр, где скрывалось 600 человек, бомбу ФАП, туда кто скинул, российский лётчик или за штурвалом самолёта сидел Путин? Вот мне эти все вот моменты очень интересны, да? В Изюме почти 500 человек гражданских расстреляли. Это Путин или россияне? А в Черниговской области, когда они были, когда они людей там в сёлах в подвалы загоняли, а потом кидали туда гранату, это наверняка тоже сделал Путин, а не россияне. Ни в коем случае нельзя делать разницу между Путиным и Россией. Это будет точно так же неправильно, как делать в своё время в 45-м году разницу между Гитлером и Германией. Это было одно и то же. Подавляющее большинство немцев поддерживало на тот момент, тогда Гитлера. Подавляющее большинство россиян сегодня, ну процентов 80, это факт, поддерживают нового Гитлера Путина. Поэтому Навальная со своими просьбами может идти куда, как угодно далеко. Дело в том, что Путин это действительно Россия на сегодняшний день, мерзопак, просто мерзкая Россия. Вот, и это, да, можно абсолютно ставить знак равенства. Путин такой же людоед, как 80 процентов, или сколько там за него голосуют, россиян. Поэтому, пускай даже не просит. Никакого вообще не может быть даже речи о том, чтобы воспринимать их отдельно. Только после выплаты репараций и покаяния и наказания военных преступников.